Доброе утро! Это законно ли это, поскольку избирали вроде бы николаевцы, а в то время голосовали о снятии и о недоверии депутаты. Хотя их тоже избирали. Да, это сейчас как раз самая бурная тема в социальных сетях. И если мы говорим просто про букву закона, то любой желающий может открыть закон Украины про местное самоуправление. Статья 79, часть 2, которая говорит о том, что дает общее такое, знаете, обширное понятие, что депутат Меська Рада, Рада на салонному пункту, может препонить повноважение Меськова головы, если он нарушает закон, либо не выполняет свои обязанности. В таком, знаете, очень обширном смысле. То есть не сказано, сколько раз он должен нарушить закон, или какие обязательства он должен не выполнять, или насколько серьезным должно быть невыполнение. То есть это очень обширные такие пространные фразы, которые просто дают возможность ради местных приостановить его полномочию. Но вместе с тем и дают возможность, скажем так, тому же Меському голове звернутися до суду и против этого решения выступить. Может быть? А потому что Сенкевич как бы заявил еще сразу, что будет обращаться в суд. Это он написал и на своей страничке в соцсетях. Как быть здесь? Имеет ли смысл это судебное разбирательство или нет? Я считаю, что судебного разбирательства, ну, что смысла в этом нет. И практика показывает, что это абсолютно бессмысленно. То есть если уже все вошли в клинч, то уже вариантов нет. Множество, конечно же, различных комментариев в соцсетях было. Вчера, вот, например, Света Чбанова написала, что минус 42 горожанина в Николаеве. Кто-то написал, что все-таки правильно это сделали. Мне понравился, если честно, комментарий, это так, чтобы минутка юмора, что называется, от Малицкого, Марка Малицкого написала. Мы точно знаем, где востребованы путерброды с колбасой Малицкого. Ну, вот так. Ребята сумели даже прорекламировать себя на этом всем. Но самое главное, не могу не прочитать и ваши комментарии, их было несколько, и сегодня с утра, и вчера вечером. Скажем так, ваше... вот, до свидания, наш ласковый айтишник. Не просто так такое название, хотел бы у вас поинтересоваться, как и у автора поста этого, и, соответственно, как у политтехнолога. Как вы думаете, приготовлено это было, скажем так, заранее, это снятие, потому что говорили об этом уже давным-давно. И какие были самые главные ошибки городского головы, скажем так, в том, что он допустил все-таки это? Если мы говорим о том, насколько это предопределено было, то это предопределено было буквально через месяц после избрания Сенкевича мэра. То есть, чтобы сейчас его сторонники не кричали бы, я повторял ранее, повторял сейчас, что мэр сам довел ситуацию до такого абсурдного и не очень хорошего, на самом деле, действительно, решения. Потому что все-таки я сторонник того, что общество избрало и менять нужно на выборах. Выборы можно проводить почаще, но, тем не менее, желательно, чтобы власть менялась на регулярных выборах по плану. Если же мы говорим про то, был ли это заговор какой-то, да, он был вялотекущим постоянно. Виноват ли Сенкевич в этом? Да, виноват, потому что неоднократно ему указывали на его ошибки и говорили о том, чем закончится. В том числе, ну, я еще начинал в январе-феврале 2016 года. Говорить о том, что это какая-то неожиданность. Ну, как это может быть неожиданность, если два года его предупреждали об этом? Говорить о том, что, да, вот почему именно сейчас, вот тут, да, вот тут определенная неожиданность была, что сняли его именно вот вчера. Не через месяц, да, не две недели назад, а сейчас. Ну, это единственная какая-то вот изюминка, неопределенность. Есть еще один вопрос к вам. Попрошу сейчас вывести еще ответ Сенкевича в 20 вечера в файл. Прошу начальника национальной полиции в Макулаевской области выступать в выставе этой патрулибели о сыну в месте Макулаеве, оба уберегать жить от деяких депутатов. Является ли это весьма таким адекватным ответом человека, который в политике? По сути, это можно рассматривать какие-то угрозы людям, которые против, оппонентам? Нет, просто если вы видели в новости ваших конкурентов, да, преступности нет, ТВ, то фанатики Сенкевича, я не могу их назвать сторонниками, то есть их незначительное количество людей, я считаю, которые позволяли себе действительно какие-то там проклинали Исакова, горив аду, показывали очень, очень, знаете, такую демократическую позицию настоящего человека, который уважает право и законы, демократическую стиму ценностей. Поэтому Сенкевич сыграл на этом. Ну это опять, это очередная его эмоциональная, эмоциональный поступок, очередная ошибка в цепочке ошибок. Вот, не является ли по сути еще одной из... Да, не является ли этот вот момент, почему он подводил и дал именно этот его комментарий, который был написан в 8 вечера вчера, это по сути не является ли одной из причин того, что произошло вот то, что произошло, его сняли? Что именно? Это отсутствие грамотного, не знаю, там СММщика или пресс-секретаря, который бы вел эту страничку, а не допускать вот эти эмоциональные всплески, очень часто которые были от нашего... Это Александр Федорович, это он лично. Ничего не делалось без его ведома, и даже если делалось без его ведома, он будет всегда отстаивать то, что это был он. То есть он берет за это ответственность. В любом случае, грамотно ли велась политика все-таки? Поскольку если дошло до этого момента, то я так понимаю, что все-таки команда, возможно, была не настолько профессиональна или почему? Сейчас, по-моему, бытует среди сторонников, ну, среди противников то, что Сенкевич абсолютно безнадежный был и бесполезный, а среди сторонников то, что его сожрали некие коррупционеры и за то, что он как раз был простив Дерибана и Схем. На самом деле истина лежит где-то посередине, ни правые, ни те, ни другие. И Сенкевич что-то делал, да, и в то же время нельзя сказать, что он был белый, святой, пушистый и реформатор, да, его сожрали вот именно те, которым он перекрыл кислород денежный. Мы этого не наблюдаем реально. То есть если мы сравним любую политику города, которая проходила раньше, там, Чайка, да, который занимал долгое время пост городского главы, ну, я не вижу, может быть, вы кто-нибудь скажете, какие-нибудь грандиозные изменения в городе. Поэтому все текло точно так же, поэтому, ну, как и ранее, примерно. Поэтому ошибка, это, конечно, политика Сенкевича, потому что как бы кто бы ни говорил про то, что мэр – это завхоз. Нет, это не завхоз. Особенно в нашем городе это такой детсадовский полицейский, который между этими группками детишек должен найти консенсум, кому дать машинку, кого покормить вовремя, тот обкакался. Всех нужно ублажить, как-то порешать вопрос так, чтобы они до вечера, до мамы с папой дожили без травм. Этого не происходило. Опять же, я не говорю о том, что плохой Сенкевич, да, у него не получилось заниматься политикой. Он слишком жесткий и слишком авторитарный для этого. И это, опять же, не могло не выйти в конфликт, который мы и наблюдаем, потому что депутаты у нас абсолютно не белые пушистые зайчики. Это тоже те же самые волки, о которых говорил Сенкевич раньше. С хорошими зубами, да. С хорошими зубами. И тут надо играть. Еще некоторые сторонники, противники и так далее, вчера в комментариях своих в Фейсбуке, писали о том, что вчерашний отчет мэра, который он хотел вначале, все-таки, чтобы замы, скажем так, да, выступили, потом же его будет отчет, несколькочасовой. Что это тоже было определенное фиаско, что неумелое постановление, скажем так, построение своего спича, потому что оно затянулось на несколько часов, и это было более как мучение для всех присутствующих, нежели как что-то яркое, чем можно было все-таки реабилитировать ситуацию, если бы указать на какие-то яркие моменты изменений, которые были сделаны его руками. Я думаю, что уже отчет действительно ничего не решал бы, потому что все показано то, что был, как говорится, договорняк, и депутаты пришли уже снимать Сенкевича. Поэтому какой бы отчет он не показал бы, его все равно его деятельность признали бы не ультворительным. Но если мы говорим уже про сам факт отчета, говорим о нем, то да, опять же, Александр Федорович показался не знающим систему, как это работает, потому что ранее отчет всегда был очень формальной вещью. Это, ну да, как говорили, 45 минут, хотя отчет готовился и на 500-600 страниц, и он был в доступе. Но доклад действительно занимал небольшое время, он был большой формальностью, просто депутаты точно так же сидели и скучали, это была обязаловка по согласно букве закона, протокола. Почему это нормально воспринималось? Потому что, в принципе, до Александра Федоровича наши мэры достаточно активно общались с прессой, достаточно активно использовали тот же, когда на тот момент коммунальный телеканал «Март», достаточно активно публиковались вечерки, достаточно активно давали интервью, пресс-конференции и так далее. Поэтому, в принципе, вся деятельность была на виду, ну, кроме кулуарной, понятно. У нас же за два года Александр Федорович ждал, если не ошибаюсь, три пресс-конференции, то есть раз в год, и раздавал интервью своим, либо, когда его поймал, а там не к вести, зажал его в углу, где-то в коридорах, и он уже не мог отосерединиться. Либо была вот эта серия встреч, которые некоторые критиковали, некоторые были за Сенкевич-конференцией. С людьми, да, с избирателями, да. Но опять, это прекрасно. Средство массовой информации, медиа, потом так и назвали массовой, потому что они работают на массы. На его встречи приходило, ну, да, 50-100 человек, и даже если он провел их там 30, он охватил 3000 человек, но никак не 400 тысяч избирателей Николая. Поэтому, ну, то есть, вот капелька-капельки, монетка-к монетка, вот этот груз ему на ноги повесили. Поэтому он вынужден был считать все, что только могли придумать его команда о его достижениях, три с половиной часа, потому что, ну, до этого момента о его достижениях, в принципе, он сам особо и не говорил. Многие, соответственно, начали говорить, что свита, скажем так, мэра, которая была, начала тоже, как бы, активно теперь уже биться в конвульсиях. Женя Дулько, она опубликовала 10 часов назад, знаете, свои герои в лицо, они приняли, попрошу сейчас пост уже вывести зрителям, они приняли решение за 80 тысяч николаевцев. Это только начало. Посмотрим, кто еще победил, но, конечно, при выборах депутатов не избежать. Вы изнасиловали местное самоуправление, удачи, народные избранники, посмотрим, кто пройдет в Горсовет. Мы вам все вспомним. Пожалуйста, репост. Я так понимаю, что теперь Горсовет тоже будет переизбираться, или как? Нет, он не должен быть переизбран согласно закону, но, то есть он может действовать. Мэр, если не ошибаюсь, вчера также опубликовал о том, что он сделал по Даняну Верховную Раду про распуск Горсовета. Оно законно или нет? Он подать может, и в Украине несколько месяцев назад уже был прецедент, если не ошибаюсь, мэр Конотопа подал на распуск Рады, как раз тоже за бездеятельность. И учитывая позицию губернатора, который заявил несколько недель назад о том, что его мнение о Горсовет должен быть распущен, и позицию нескольких нардепов озвученную, я считаю, что такие догонят и Горсоветы, и этот Горсовет не доживет также до своей... Ну, всю каденцию не пробует. Скорее всего, в ближайшее время Верховная Рада распустит и Маколаевскую Минску Раду. А что касается... Ну, понимаете, опять вот, когда люди говорят про демократию и говорят о том, что мы демократично избрали мэра, то они должны говорить про демократию как систему ценностей в целом. А сторонники Сенкевича, у них демократия, знаете, такое узкое понятие только для своего избранника. Вот как раз о демократии хотелось бы тоже поговорить. Дмитрий Удовицкий поделился публикацией Николаевской Минской Рады в воскресенье 12.00 Соборная площадь. Я иду. Я не хочу защищать Сенкевича, я хочу иметь право критиковать Сенкевича как избиратель, как горожанин. Я категорически не хочу давать возможность кучке глупых, жадных людей принимать решения за и вместо меня. Я иду. Сбор начинается вот это в ВИЧе, каждый по-разному называет. Некоторые уже шутят о том, что если у вас есть шины, можете выставлять на УИКС по двойной цене, будут их покупать активно. Главное, геолокация Николаев. Как быть здесь? Реально ли какое-то изменение благодаря вот этому ВИЧе? Или это просто то же самое, что и вчера была группа поддержки, которая по сути, кроме там громких аплодисментов и скандирования фамилии городского головы, да по сути ничем не помогла. Они еще пооскрубляли людей. То есть ВИЧе как метод протеста, как метод сбора, заявления, неважно. То есть это абсолютно классное мероприятие. То есть да, давайте собираемся, высказываем свое мнение. Это демократия. Речь немножко идет про другое. О том, что люди, еще раз говорю, люди говорят про демократию исключительно, когда речь идет про своих любимых кандидатов. В данном случае одного. Я вам, я просто могу этим же демократам, которые стояли и отстаивали ценности Майдана и многие стояли на Майдане, напомнить о том, что 22 февраля 2014 года 358 негодяев, нардепов Верховной Рады отменили выбор 12,5 миллионов украинцев и выразили недоверие и импичмент президенту Януковичу. По логике Дулько и прочих так называемых демократов в 2014 году произошла получается у нас хунта. У нас Янукович до сих пор должен быть легитимным президентом. Да? То есть, как это? 358 нардепов. И тут же они повторяют, ну тогда Янукович был плохой, а здесь Александр Федорович хороший, поэтому здесь уже 42 негодяи наших, уже негодяи. Нет. Если мы говорим о том, что меняем власть, особенно согласно букве закона, что это законно, давайте менять власть, давайте выходить на выборы, давайте поддерживать Александра Федоровича, он спокойно может баллотироваться, никто не унишает. Покажите, что этот выбор остается ваш. У него достаточно высокий рейтинг. Если говорить об этих выборах, то если я понимаю, то очень скоро они должны произойти? Или как будет процесс этот происходить? Сейчас кто-то будет временным, как уже у нас тоже было? Или все-таки будем ждать этих выборов и когда они по идее должны произойти? Сейчас ИО должно быть Казаковым, как секретарь городского совета. Согласно букве, опять же, закона, в течение 60 дней Верховная Рада должна назначить выборы и после этого, если не ошибаюсь, три месяца должны быть выборы. Но я считаю, что будет затягиваться скорее всего процесс. Мы помним о том, что после скоропостижной смерти Владимира Дмитриевича Чайки, мы там почти год были без выборов. То есть Верховной Раде ничего не мешает не назначать их. И тогда у нас будет, опять же, как мы видели это в 2013-2014 году, подвешенное перманентное состояние, когда Верховная Рада не будет принимать решения и будет потихонечку это затягиваться, у нас будет секретарь горсовета выполнять функции мэра. Насколько это чревато для самого города в плане того, что, скажем так, все будет в подвешенном состоянии, все проекты, все, что там было запланировано, оно также реализуется только ИО или какие-то полномочия все-таки он не имеет? Если говорить, да, опять же, мы говорим для наших зрителей, для обычных людей ничего не поменяется. То есть, да, так как мы говорили с вашими журналистами перед входом, ну, был ИО Юрий Исаевич, да, точно так же. Тепло, будет ли тепло в квартирах? Пойдет тепло. Будет ли учить наших детей? Будут учить. То есть, все программы, по которым действует горе с полком, да, исполнительная власть, они остаются. Бюджет сформирован, на следующий год сформируют. Ничего страшного не происходит. Обычно, скажем так, политический процесс, к которому просто украинцы не привыкшие еще. Да, но им еще раз говорю, пострадают ли люди? Нет, не пострадают. Пострадают только в том, что, ну, да, может быть, какие-то программы не будут созданы, да, какие-то изменения вовремя не придут. Но глобальных какой-то трагедий я не вижу. Ну, так, я думаю, такой вот позитивной ноти, что изменений все-таки негативных для наших телезрителей, для Николаевцев, не будет. Мы и закончим. На самом деле, обычный, скажем так, процесс, который для многих европейцев вообще ничего особого, да, не составляет такой-то трагедии. Это вполне нормальное явление. Самое главное, помним о том, что нужно избирать вас, который все-таки будет что-то делать. Вам спасибо большое за то, что нам сегодня пришли в студию.